Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева Черкесия. Были случаи, когда россиян, решивших отдохнуть за рубежом, разворачивали на границе. Это случилось из-за ошибок в паспортах и есть факты их изъятия уже в аэропорту. Что нужно, чтобы планы на отпуск не были нарушены, узнавала Альбина Ламкова. Лето – отличная пора провести больше времени с детьми. А путешествие с семьёй за пределы страны даёт отличную возможность познакомиться с другой культурой. Отдохнуть от рутины, создав счастливые воспоминания, говорит Лариса Лепшокова. Её дети Самира и Лейла пришли вместе с ней, чтобы получить заграничный паспорт. Перед подачей заявления на получение нового документа внимательно проверили всю необходимую информацию. Второй раз получаю загранпаспорт. Всё очень легко. Через госуслуги поедем в Турцию отдыхать с детьми, с мамой. Вообще без ошибок. Очень внимательные девочки, доброжелательные. Всё хорошо, очень нравится. Заграничный паспорт является важным документом, который позволяет гражданам путешествовать за пределы своей страны. Особенно с наступлением летнего туристического сезона идёт увеличение количества людей, приобретающих путёвки для отдыха за рубежом. Есть несколько причин, почему могут изъять документ. Избежать подобных проблем просто, напоминают в Управлении по вопросам миграции. Необходимо самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории страны на наличие опечаток. Поправки к закону о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации определили основания для признания загранпаспорта недействительными. Среди критериев – это наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства Российской Федерации 9 декабря 2023 года номер 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учётов. Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца. Тех, что выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных. Факты изъятия заграничных паспортов есть и в нашей республике. Их три. Два паспорта выдавались в 2014 году, то есть срок у них уже подходит к концу, в 2024 году. Один паспорт у нас гражданин сам лично испортил, его перепрошил. Расшил и зачем-то сшил. Такой паспорт, естественно, тоже вернули и изъяли. Если всё же столкнулись с проблемой изъятия заграничного паспорта, то лучше всего обратиться за помощью к юристу или специалистам Федеральной миграционной службы. Они помогут разобраться в причинах и найти решение проблемы. Но лучше их избежать и наслаждаться поездками за границу без проблем, говорит Ольга Ивановна. В этом поможет правильное обращение со своим заграничным паспортом. Это гарантия безопасности и комфорта во время путешествий. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Снижению смертности и травматизма, а также улучшению качества автомобильных дорог было посвящено заседанию круглого стола в штабе общественной поддержки Карачаева-Черкесии. В штабе общественной палаты Карачаева-Черкесии для обсуждения актуальной темы по вопросу снижения опасности на дорогах собрались депутаты, представители регионального отделения партии «Единая Россия», различных министерств и ведомств. Открыла круглый стол заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Фатима Карданова, которая озвучила главные вопросы и жалобы жителей республики. В этом году в рамках этого проекта был проведен опрос жителей республики, участников дорожного движения на предмет, по их мнению, наиболее опасных пешеходных переходов, на предмет наиболее опасных перекрестков дорог и участков дорог. Вот от республики поступило 906 обращений по различным локациям. Все эти обращения граждан были направлены в органы исполнительной власти республики, в различные министерства отраслевые, ну и, соответственно, в муниципалитеты. В рамках федерального проекта «Безопасные дороги» участники встречи детально обсудили каждый вопрос и всевозможные варианты их решения. Так, например, пешеходный переход по улице Космонавтов в районе торгового центра «Атлантик» в ближайшее время будет совмещен с искусственной неровностью. В ходе обсуждения обозначили план мероприятий по улучшению и повышению качества безопасности дорог, социальных баннеров и дополнительное патрулирование на выявление нарушений правил дорожного движения. К дискуссии по вопросам автомобильных дорог, светофоров и пешеходных переходов присоединился Рустам Муков, инспектор дорожного надзора по Карачаево-Черкесии. Он отметил, что после проверок с выездами на участки в списке наиболее важных и опасных объектов обозначили 22 пешеходных перехода, 9 перекрестков и 3 участка автомобильных дорог. Наиболее опасные участки пешеходные переходы, перекрестки, где необходимы. По нашему мнению, предпринять какие-то, делать план мероприятий, чтобы они более стали безопасными для участников дорожного движения. В Абазинском районе, в Хабецком районе. И также касается перекрестков, наиболее опасные перекрестки. По нашему мнению, где необходимо тоже провести план мероприятий, это по установке фотокамеров и видеофиксаций, чтобы они более стали безопасными. И установка светофоров. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В Карачаево-Черкесском колледже культуры и искусств состоялась премьера спектакля «Наш Пушкин», основанный по мотивам повести «Барышня Крестьянка». Произведения Александра Сергеевича переводятся на десятки языков мира и ложатся в основу театральных постановок. И в юбилейный год со дня рождения великого поэта, поклонников его творчества ждала постановка спектакля «Наш Пушкин» по повести «Барышня Крестьянка». Спектакль о том, какой Пушкин разный, о том, как рождались его стихи, сказки и поэмы. Постановка «Наш Пушкин» в адаптации известного драматурга Зураба Бимурзова, режиссера Анзора Ямкужева. О безусловном таланте великого поэта, о том, что он вне времени и также актуален и сегодня. Среди молодого поколения спектакль погружает зрителя в совершенно особый мир, мир богатой, народной культуры и творчества. Зрители, которые смотрели постановку стоя, аплодировали мастерству актеров. В первой школе Карачаевская завершила свою работу лагерная смена. Она стала продолжением образовательной программы «Орлята России», призванной поддержать и развивать познавательную активность у младших школьников. На закрытии смены побывала Мадина Каракетова. Если вас пытаются увести силой, вырывайтесь, кричите, помогите, я его не знаю. Постарайтесь привлечь внимание прохожих любым способом. Сегодня последний день пребывания младших школьников в лагере. И это драгоценное время они решили провести с максимальной пользой. В первой половине дня клубы по интересам. Второй отряд сегодня повторяет правила безопасности, которым их учили в лагерную смену. Дети прекрасно знают, как вести себя на воде, в лесу, при нападении собаки и многое-многое другое. В одной из групп дети в течение всей лагерной смены учились разным премудростям сотворения красоты своими собственными руками и из подручных средств. Сейчас мы делаем поделку. Она называется «Рыбки в аквариуме». Мне интересно, мы каждый день делаем новые наши поделки. Вначале мы делали аиста. Вчера, например, делали жирафа. Милана рассказывает, что жизнь в лагерную смену у детей была очень насыщенной походы, познавательные игры, квесты, соревнования. Скучать было просто некогда. Лучшая болельщица города очень сожалеет о завершении лагерной смены. Ведь знания и навыки, которые им давали в течение учебного года в качестве дополнительных занятий, в лагерную смену приобрели совершенно другие краски. Советник директора первой школы Айджи Акачкарова рассказывает, что эта лагерная смена стала продолжением образовательной программы «Орлят России», направленной на улучшение познавательной активности младших школьников. Ребята по этой программе проходят очень много треков. Трек «Орленок мастер». Дальше идет трек «Орленок лидер», где улучшаются их лидерские качества. Каждый ребенок показывает себя как лидер. Следующий трек «Орленок хранитель памяти» исторической. В этом треке мы очень внимательно изучаем историю нашей страны. Занятия завершены. Самое время пополнить энергию. В столовой их ждет самый вкусный обед, приготовленный тетечкой Эльнурой, как дети ласково называют повара Эльнуру Уртенову. Вот это меню на борщ, потом плов, компот с ягод, помидоры, агурцы, мороженое сегодня, абрикосы есть у нас. Вообще-то детям все нравится. Мне то, что нравится детям, что они мне не то, что спасибо говорят, они говорят вот так, спасибо вам большое, очень-очень вкусно. И мне так приятно. Спасибо, Эльнуро! Это вам очень вкусно! И вот он, волнительный момент расставания с лагерной сменой. Группы и их воспитатели подготовили интересную программу, включающую в себя театрные обстановки, викторины и концертные номера. Это было красивое и немного грустное расставание, но недолгое. Не за горами очередной учебный год, и эти дети вновь придут в любимую школу, не только отдохнувшие, но и подкрепленные массой новых знаний, умений и навыков. Мадина Каракитова, Ренат Муков, Вести Карачева-Черкесия, Карачаевск. В парке «Столетие Карачева-Черкесии» прошел концерт, посвященный Дню молодежи. Среди выступавших можно было выделить не только самих артистов и танцоров, но и зрителей, с удовольствием исполнявших собственные номера. За представлением в центре Черкеска наблюдала и съемочная группа «Вестей», репортаж Артур Мхце. Молодость – это время, которое нужно проводить с счастьем, чтобы потом было что вспомнить. Именно с такими мыслями и зажигательным настроением молодежь республиканской столицы отметила свой день. В парке «Столетие Карачаево-Черкесии» сияли звезды региональной эстрады, исполнявшие любимые юношами и девушками песни. А я по тебе скучаю тихо, тихо, а ты вечно ищешь выход, выход, но я не спрашиваю, это ты, но от тебя ответа нет. Самих зрителей тоже можно было считать полноправными соучастниками представления. Настолько интересно и зажигательно смотрелись их танцы. Даже небесная канцелярия, похоже, была за такой концерт. Настолько быстро прекратился ливший до того времени сильный дождь. Нужны такие мероприятия, эти мероприятия исполняют молодежь, они развивают нас. Также на этих мероприятиях мы знакомимся друг с другом. Такие дни, они как бы и праздничные, и ты на них отдыхаешь и узнаешь много нового для себя. Концертная программа в центре Черкеска постепенно становится доброй традицией многих региональных и федеральных праздников. И этот день молодежи не стал исключением. Зрители подолгу не хотели отпускать своих кумиров, отмечая их выступления многочисленными овациями. Артур Мкце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия присоединится к Всероссийскому молебну о победе. Сегодня в Черкесск привезут Казанскую икону Божьей Матери. В Никольском соборе с 20 часов 30 минут будут организованы молебные пения о победе, а также крестный ход с чудотворным образом. Там собор верующие смогут прийти в воскресенье и в понедельник. На этом субботний выпуск вестей подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!